Всем добрый день! Меня зовут Семен. Я профессиональный печник. Занимаюсь печами уже около 20 лет. Вот сейчас строим барбекю комплекс с казаном. Дошло дело до задвижки. Мы ее будем изготавливать сами. Задвижка будет для казана. Ставится будет она вот на этом ряду. Вот мы вам покажем, как сделать задвижку поворотную своими руками. Сейчас я покажу, что понадобится для изготовления поворотной задвижки. Уголки, пластина металлическая и шток. Или пруток. Шток мы купили. Отдельно он продается. Можно купить просто пруток квадратный и ручку придумать какую-то самому. Уголки будут свариваться вот таким образом. Они уже нарезаны в размер. Вот так. И пластина металлическая. Вот здесь будет просверливаться отверстие. И туда вставляться будет вот этот шток. Вот таким образом. И к штоку будет привариваться вот эта пластина. Она будет поворачиваться. Вот. Все. Сейчас будем изготавливать, сваривать. Вот получается вот такая рамочка из уголков сварена. Вот. Видите. Вот. Осталось просверлить две дырки здесь и здесь для штока. Вот. Сверлим дырки. Просверлили дырки в каркасе. Вот. Шестнадцать миллиметров диаметром. Сначала восьмеркой, потом шестнадцатым сверлом. Вот. Сейчас примеряемся. Если ставим такой шток, покупной, то нужно замерить, на каком расстоянии отрезать лишний шток. Вот. Если же свой будем ставить, то можно не мерить. Просто выпустили. И все. Отмеряемся. Вот так. Положение закрыто. Все. Отмеряем, сколько нужно отрезать. Все. Вот. Сварили готовую задвижку. Поставили. Вот. Со штоком. Положение открыто сейчас. Вот здесь. Механизм. Так закрыто. Вот там. Видите. Она закрыта. Все. Ничего сложного. Очень простой вариант. Сэкономить небольшие деньги на задвижке. Особенно, если в мангальном комплексе их там три или четыре штуки. То есть, тысяч 10 можно сэкономить. Задвижка изготовлена и установлена. Показываем, как. Вот. Установили еще два ограничителя, чтобы было удобно использовать. Вот. Покажу, как. Это приваренный просто обычный уголок. Это обычная пластинка. Ничего сложного. Каркас, как вы видите, уголок заходит в кладку. Здесь утеплено. Вот. Защищает облицовочный кирпич, чтобы не нагревался. Показываем, как работает задвижка. Вот сейчас положение открыто. Вот. То есть, до упора закрываем. Вот. У нас упирается в ограничитель. Задвижка закрыта. Также открываем. Тоже до упора. Задвижка открыта. Можно как-то вот так сделать наполовину закрыто или открыто. То есть, регулировать тягу можно. Ничем не отличается от задвижки заводской. Вот. Можете комментировать. Полезно вам это было или нет. Кто-то может тоже такие делал. Вот. Встречал. Я встречал мастеров. Видел. Делают без каркаса. Просто металлический пруток с пластиной металлической вкладки. Устанавливают вместо ограничителей, как я делаю, делают гвоздики. Ну, со временем гвоздики, сами понимаете, они изгибаются, расшатываются и выпадают, и уже не получится пользоваться задвижкой. Так что этот вариант, на мой взгляд, самый лучший. Ничего лучше уже не придумать. Все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok